Сядь из-под земли, а ты улетай! Госдума приняла поправки к закону об охоте, который запрещает контактную притравку по видимому зверю на притравочных станциях. Этот закон, по сути, ставит под угрозу разведения в России охотничьих собак. Говоря об охотничьих традициях, в целом стоит сразу отметить, что охотник в большинстве случаев это не варвар, убивающий беззащитных животных только ради удовольствия. Чаще всего охотник это добрейший души и человек, который по-настоящему любит природу и умеет радоваться каждому моменту, проведенному на охоте. Ведь охота для него лишь всего предлог, которым он пользуется для того, чтобы сбежать от повседневной жизни, следуя древнейшему на планете инстинкту охотничьему. Охотники не только умеют любить природу, но и беречь ее и грамотно распоряжаться дарами. Как я уже говорила, это у нас всероссийская акция и в эти минуты такая же акция в защиту правильной охоты и кровного собаководства Идет в городах Якутск, Барналу, Перем, Тула, Владивосток, Оренбург, Воронеж, Ижевск, Курск, Санкт-Петербург, Москва, Ставрополь и, конечно же, наша родная Казань. Дорогие друзья, мы поддерживаем и присоединяемся к всероссийской акции в защиту правильной охоты и кровного собаководства. А вот сколько охотничьих собак в Татарстане посчитать невозможно, поскольку охотники в сельских районах их не регистрируют. И по оценкам Татарстанского охотничьих собак в Республике может содержаться около 10 тысяч обученных охотничьих собак. В Республике традиционно разводят русско-европейскую, западно-сибирскую и карелопинскую лайку, а также собак русских гоночных пород. Наша задача сохранить традиционный для России ремесел, который существовал тысячелетия. Многие думают, что охотники не только добивают зверей, но это ведь не так. Охотничьи хозяйства главным образом занимаются воспроизводством диких животных, устраивают кормушки, сохраняют зверей от браконьеров, регулируют численность лис, которые являются переносчиками бешенства. Казань идет вместе с другими городами по всей России в защиту природы, в защиту правильной охоты. Дух наш охотничий. Мы должны всегда поддерживать их, почаще поддерживать нашу охоту, защищать ее. Сегодня, да, у нас собрали тут наши собаки, в защиту своих питомцев, в защиту своих собак мы сегодня все собрались. Но помимо этого собак у нас еще много каких проблем связано с охотой, и нам эта охота заставляет душить и душить. Так что, мужики, давайте будем сильнее наш охотничий дух проявлять, укреплять его, в кулак собирать. Потому что охота, если честно, становится уже расслабленной. Не остается нашего охотничьего братства, духа, спокойных веков, который найдет. А по поводу этой нашей темы, да, испытательные тренировочные станции должны быть. Потому что это ведь, как изначально, это садик для наших собак. Не будет этих испытательных станций, собаки будут просто у нас не обучены. Не будут знать, что такое зверя. Допустим, что такое кабан, что такое барсук, медведь. Ведь мы показываем на этих станциях только азы. И нет такого, что мы на станциях рвем и калечим зверей. Что там собаки загрызают бедных зверей. Такого нет на станции. Пускай, чтобы они говорили, что это живодерство. Это не живодерство. Это, во-первых, защита. И собаки знали, что такое дикий звер. И сами звери, как бы, на станции, они все защищены. Никто там не губит зверя. Так что, давайте, мужики, будем все сплоченнее, дружнее. И всегда отстаивать наше охотничье братство и право. Всем спасибо. Сначала пройтись по причине, почему мы здесь сегодня собрались. То есть, защиту притравочных станций, защиту контактной притравки. Я краем глаза где-то на видео видел выступление женщины-депутата. Не знаю, в Госдуме она выступает, в Совете Федерации. Там были произнесены такие слова, что на притравочных станциях происходит там живодерство, выкалываются глаза животным, связываются лапы и прочее, прочее. Группы зоозащитников были надерганы фотографии из интернета под определенным ракурсом, где, допустим, маленькая ранка со спичечной головкой при приближении выглядит как огромная зияющая рваная рама и рана. То есть, ягодтерьер, одна маленькая собачка, ягодтерьер порвал вот с такой головой сикача. Ну, то есть, полная чушь. Те, кто бывал на притравочных станциях, это знают. Что такое притравочные станции контактные? То есть, это, по сути, зверинец. Это практически тот же зоопарк, но только с рабочими, с животными. То есть, притравочная станция существует за счет работы этих животных. Эти животные для притравочной станции ценность. И поэтому работники притравочной станции никогда не позволяют разорвать, уничтожить, калечить зверя на своих станциях. То есть, то, что выдвигается зоозащитниками, это в основном женщины, которые проснулись, открыли этот фотоальбом, надерганный, непонятно откуда. То есть, и причем вот последний альбом, который мне присылали в беседах ВКонтакте, опять же, эти же женщины. На первой же фотографии, наоборот, ягодтерьер, который после работы, которого зверя порвал. То есть, собаку надо защищать, а не зверей, которые на притравочной станции. Без контактной тренировки собака не будет работать. Я сам имею опыт воспитания ягодтерьера. То есть, я возил на притравочную станцию первый опыт. Вот собака просто взяла, скрутила енота. Тут же работник раздал схватку. То есть, никакой раны. Енот дрессированный. Он обратно в свой уголок быстренько побежал и ждет еду. Никакой жестокости абсолютно. Так что, не будем идти на поводу у женщин, которые, не зная вообще, о чем они разговаривают, то есть, они никогда не были на притравочных станциях, не видели работы животных, собак. Они выдвинули вот эту идею запретить нам заниматься нашей любимой деятельностью, нашей охотой, охотой с собаками. Всем спасибо. Всех поздравляю с прошедшими праздниками. Я постараюсь, по сути, свою идею до вас занести. Основная ключевая мысль и моя эмоция очень положительная в том, что я вижу сплоченность казанских коллег, охотничьих с боководов. И даже, видите, ловчая птица присутствует. Все очень хорошо организовано. Это прекрасно. И я вижу, что вы все против абсурдности решения запрета притравки с использованием собак, охонщих пород и ловчих птиц. Да, действительно, в Госдуме сидят, к сожалению, до сих пор такие депутаты, которые такие абсурдные решения принимают, несмотря на то, что охотничество руководства соколиной охоты, тем более, это древнейшая российская охотничья культура, это история. Об этом почему-то депутаты не думают. Охотники. Казанская губерния в 1868 году была та территория, на которой была организована вторая в России общество... Микрофон получил. Казанское общество охотников. Одним из пунктов было записано заниматься охотничьим собаководством. То есть с 19 века вы, потомки, пользуетесь результатами тех работ, которые занимались наши предки. В настоящий момент, по данному случаю, мы в настоящий момент, если говорить по охотничьи, то обзадили. То есть мы сейчас стоим на пороге той трагедии, что если Дума примет этот закон, а благо, что Совет Федерации все-таки в последний момент остановил этот неумный закон о запрещении контактной притравки наших охотничьих животных, если мы сейчас не добьемся этого результата, то на многие-многие лета мы выпадем вообще. То есть наши собаки, а что такое каждая порода? Это искусственно созданная группа собак, искусственно созданная, которая отбирается в том числе и в первую очередь по рабочим качествам. То есть все эти наши любимые собаки и наша любимая охота превратятся ни во что, потому что самая правильная охота – это охота с собаками. Будем надеяться, что то документы мы поставим какие-то свои подписи под этими бумагами, которые сегодня составим здесь и по всей стране, как города, которые уже обозвали и назвали здесь. Думаем, что Совет Федерации и Дума все-таки одумаются и остановят этот глупый закон или примят его в приемлемой форме. Что еще хочется сказать? Вот такие формы – это уже предел. Потому что наши, во-первых, у нас в Татарстане, наши чиновники от охоты, часть которых присутствует здесь, настоящее время доверяют до такого состояния, что у нас не действует правило охоты Российской Федерации. Во всех регионах действует, кроме Татарстана. То есть сейчас по этим правилам мы со своими собаками не имеем права вообще подойти, выйти в угодье с 3 сентября. То есть никаких нагонно-испытательных участков у нас нет. Сейчас пытаются закрыть нагонно-испытательные станции. Соколятники также не имеют права охотиться с 25 июля, с Петрова дня, как было всегда на Руси. То есть целый раздел правил производства охоты на территории Татарстана не действует. Поэтому будьте готовы к тому, что, возможно, нам еще придется собираться по таким неприятным поводам и отстаивать свои интересы. А сейчас будем надеяться, что все-таки нас услышат. А тот, кто хочет конкретно узнать тех неумных депутатов, которые принимали проект этого закона, в последней газете, российской охотничьей газете, даны их фотографии и фамилии. Есть? Накупайте все, сколько у нас все прошло. Касал. Что за ребята пришли? Его зовут Шепушкар. Шепушкар? Шепушкар. Вау! Видишь, как внимательно смотрят. Капан заберет и все. Все равно нам живот их дадут. Там никто не... Дадо рождения, да? Дадо рождения. Дадо рождения. Дадо рождения. Дадо рождения. Дадо рождения. Дадо рождения. Пока идут подписания петиции... Не надо, Валер, пиши сам. А то, что за всех расписал. Можно я? Я Валерий Консортист. Участник ликвидации Тернобыльской АЭС. Не брось, а на самом деле. Дадо рождения. Продолжение следует...